Уникальное место расположения для катка. Выходной день, людей много. Сейчас разгонюсь. А это тот самый флагшток. Территория спорта день за днём представляет серию роликов о петербургских катках. Их будут тестировать наши корреспонденты. Знакомьтесь, это Соня, мастер спорта по фигурному катанию. До ухода в журналистику тренировала детей. А это Аня. Стоит на коньках раз в три года, но непрочно учится прыгать аксель. Хотя бы один арт. Аня и Соня будут оценивать катки по пятибалльной шкале по шести критериям. Первый. Транспортная доступность. Второй. Качество арендуемых коньков. Третий. Качество льда. Четвёртый. Загруженность катка. Пятый. Дополнительные услуги. И шестой. Внешний вид катка. Всем привет! Сегодня мы пришли протестировать каток у флагштока. Он появился совсем недавно, но уже собрал много положительных отзывов. И начнём мы обзор катка у флагштока с его транспортной доступности. Да, потому что он находится прямо рядом с метро «Зенит». То есть вы вышли, сделали пару шагов и вы уже на катке. А если вы приезжаете на каток на автомобиле, то можете оставить своё транспортное средство на парковке рядом с катком. Она прямо за нами. Мы с Аней взяли коньки, сейчас мы их наденем и расскажем вам поподробнее про их качество. Мы начинаем шнуровать шнурки. Наша задача качественно затянуть их, чтобы нога держалась крепко и никуда от нас не ускользнула. Я тебя очень внимательно слушаю, потому что я, в принципе, ну ладно, я не впервые надеваю коньки, но, тем не менее, я впервые надеваю их с профессионалом. Но в этих коньках у нас есть липучка. Очень хорошо, плотненько её затягиваем, чтобы не получить травму ноги. А теперь давайте я вам расскажу про прокатные коньки. Они достаточно хорошие, крепко держат ногу. Могу поставить им оценку в 5 баллов. Но я, как профессионал, предпочитаю кататься на своих коньках. Сейчас разгонюсь! А сейчас минутка тренировки. Я научу Ане делать фонарики. Это что? Аня, слушаем внимательно. Ставим ножки вместе по шестой позиции. Матерь Божья, ага. Сгибаем коленочки и разъезжаемся. Ой, о май гад. И соединяем ножки. Ой, 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 ой. Ещё раз. А пока Аня учится делать фонарики, я покажу вам, как делать их на скорости. Ничего, я скоро тоже научусь. Господи Божьему. У тебя круто получается. Это наш первый инструктор. Как тебя зовут? Всем привет, меня зовут Виктория. В каком случае посетителю катка может потребоваться помощь инструктора? Инструктор это достаточно важный человек на льду. И поэтому, например, если человек не умеет кататься или делает это впервые, инструктор всегда поможет, подскажет и, в общем-то, сможет поддержать человека, если он не умеет кататься. А также, если человек получил травму, то инструктора, конечно же, сразу подъезжают, оказывают первую помощь и зовут доктора, который также есть у нас на катке. Меня зовут Юлия, я инструктор на катке «Флагшток». Человек пришел, он не умеет кататься. Что ему лучше сделать? Кататься, держась за бортик, как это делаю я? Или, например, взять это прекрасное сооружение, там у вас медведи и еще кто-то, я вижу. У нас ничего только нет на катке, но самый лучший вариант – это обратиться и взять инструктора для занятия с ним. Если человек абсолютно не умеет стоять на коньках, это будет самый правильный вариант. Но, естественно, наши помощники тоже пользуются большим спросом. Есть разные упражнения, которые с ними можно делать. Тоже можно спросить у инструктора, и он расскажет, подскажет. Соня, Соня, ну я думаю, что нам с тобой пора оценить качество льда. Как профессионал могу поставить этому льду твердую пятерку. Он очень классный, очень хорошо залит, по нему легко катится конек, и на таком же льду катаются профессиональные фигуристы на соревнованиях и на тренировках. Я присоединюсь, тоже бы поставила пять. Я, конечно, не могу оценить его с точки зрения того, как фигуристы здесь могут выступать, но он реально похож на такой лед, на котором выступают фигуристы. Потому что раньше я была на открытых катках, лед там был достаточно кочкообразный, я бы так его назвала. А здесь он абсолютно ровный, суперский, мне кажется, что на нем кататься просто одно удовольствие. Я, конечно, пытаюсь получать удовольствие, но вы же понимаете, что это довольно трудно, когда ты плохо катаешься, но я стараюсь. Ладно, я поехала. Это наш третий инструктор, собственно, это говорит о том, что здесь их как минимум трое, то есть это здорово. Итак, как тебя зовут? Меня зовут Алина. Со скольки лет ребенку можно ходить на каток без сопровождения родителей? Поскольку дети не могут сами себя обеспечить безопасностью на льду, их обязаны сопровождать родители как минимум до 14 лет. С 14 лет ребенок может сам находиться на льду уже без помощи. Дети до 14 лет должны ходить в шлемах? Да, это тоже сделано для безопасности. Здесь можно получить различные травмы, поэтому, конечно, лучше обезопасить себя и своих детей. Ага, отлично. А теперь я воспользуюсь твоей помощью, потому что я хоть и не ребенок, но меня тоже нужно немножко обезопасить. Где моя голова? Где? В каком я прошу? Я хочу отметить красоту флагшток катка. Посмотрите, какие красивые огоньки окружают периметр катка. А это тот самый флагшток, в честь которого назван этот каток. Лично я хотела бы провести на таком катке один из своих выходных дней или даже лучше свидание. Я присоединяюсь к восхищениям по поводу красоты этого катка. Мне, в принципе, кажется, что это самое уникальное место расположения для катка, поэтому мы с Соней оцениваем его на 5 баллов. Специальный обогреватель, возле которого вы можете погреть свои замерзшие ручки. Да и, в принципе, у нас есть критерии, которые оценивают дополнительные услуги, которые есть на катке. Мы с вами уже поговорили с инструкторами. Видим здесь супер-пупер пушку, которая греет нас, и это находится в таком отдельном пространстве. Еще здесь рядышком можно купить что-нибудь вкусненькое, либо что-нибудь тепленькое. И тепленькое, и вкусненькое. Поэтому я думаю, да, Соня, мы можем с тобой поставить этому аспекту 5 из 5. Да? Да. Кстати, движение на флагштоке разрешено только против часовой стрелки. Это сделано для того, чтобы посетители не сталкивались и не получали вследствие этого травмы. Вы, конечно, нарушали правила, но... Нам можно. Вы за нами не повторяете, мы просто не местные. Предлагаю оценить трафик на флагшток катке. Сегодня субботний вечер, выходной день, людей много, но при этом люди не сталкиваются друг с другом. Да и, в принципе, если вы профессиональный фигурист, то вы можете сделать какой-то элемент, и не собьете ни ребенка, ни новичка. Поэтому трафик флагшток катка я оцениваю в 5 баллов. Ой, красота. Да, я несколько фоток делаю, но мы можем менять позы. Ага. На территории флагшток катка много фотозон. Вы можете сделать селфи или попросить друга сфотографировать вас. Красоте! И на фоне Газпрома, Лены. Очень красиво. Ну что, мы с Аней посетили каток флагшток. Лично я ставлю свою профессиональную оценку в 5 баллов этой ледовой площадке. Очень классно, очень весело. Хорошая играет музыка, качественный лед. Я с удовольствием приду сюда еще раз. А я поддерживаю. И мы с вами увидимся в следующем ролике про следующий каток. А меня забыл! А меня забыл! Подписывайтесь на наш канал. Спорт день за днем. И ждите наших следующих видео про катки. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok